друзья всем привет на связи александр юнюк с вами команда твт эксперт я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка пятница и мы подводим итоги торговой недели начинаем мы с американского доллара который на этой неделе все-таки смог немного снизиться после образования дивергенции кумулятивных дельт которые мы наблюдали в конце прошлой недели в понедельник мы с вами говорили о том что высока вероятность что после дивергенции у нас произойдет продолжение нисходящей трек траектории да с более импульсными такими движениями и в целом этот прогноз он как раз себя отработал отлично после выхода статистических данных по поводу рынка труда по поводу пимой в штатах который пимой дико снижается предварительно данные о рынке труда от и дипи очень крутые и соответственно это все повышает вероятность того что в ближайшее время начнут печатать деньги для того чтобы стимулировать экономику так как она уже несколько месяцев подряд замедляется потихоньку особенно сектор промышленности то что сектор услуг еще немного держится это конечно хорошо но скоро и он вернет под отметку 50 таким образом рынке уже предвкушают то что снова включится под каким-то предлогом печатный станок и таким образом американский доллар будет терять свои ценности на международном рынке поэтому мы видим такое агрессивная такую резкую реакцию на новости европейская валюта в свою очередь достигла цели уровень объема за март 23 года до успешно и и тестировала и после выхода красивых четких данных по экономике штатов мы видим яркую яркий отскок интересно будет понаблюдать за данными сот отчетов фонды участвовали в этом или нет но к сожалению это мы узнаем только уже следующую пятницу потому что текущие данные последние два дня они как раз не будут учитываться в том отчете который мы сегодня получим но контратака очень крутая до покупатели включились в работу и мы видим что здесь работает и лимитный участник потому что много продавали в рынок а цена при этом росла значит кто-то лимитно поднимал свои кто-то поднимал свои лимитки да и лимитно принимал маркет предложения на недельке мы видим красивенную ситуацию красивый пин бар на локальном минимуме да вблизи предыдущего вот этой базы с которой началось движение вверх посмотрим закроется так неделя или нет сегодня еще одни данные по рынку труда в штатах поэтому могут быть сюрпризы будем наблюдать швейцарский франк в понедельник мы с вами говорили о том это евро по евро была идея боковика и достижение верхней границы верхнего уровня объема к этой цели идем по швейцарскому франку идея была в том что швейцарец за счет того что сот отчеты указывают на набор лонговой позиции со стороны фондов швейцарец будет чувствовать себя лучше да то есть он будет падать меньше обновлять минимумы меньше и двигаться более ярче вверх и вот как раз у нас и произошла вот эта ситуация которую я рисовал до сформировали красивую контратаку сформировали ситуацию где есть смысл рассмотреть спекулятивную и среднесрочную лонг позицию и на текущий момент продолжается отработка здесь ближайшая цель находится в районе отметки 1150 так как это место где как раз у нас и началась в предыдущий раз дивергенция кумулятивных дельт это первое и реакцию покупателей на этот уровень мы также видели по поводу контратаки это будет вашим домашним заданием рассмотреть те инструменты которые хорошо развернулись либо вот-вот разворачиваются на наличие вот такой ситуации смотрите на самом минимуме у нас образовывается свеча в виде пин-бара с большим объемом в нижней части свечи ну понятное дело что в нижней потому что в теле здесь практически ничего нет давайте рассмотрим конкретно эту свечу если мы откроем 5 минутный график и рассмотрим этот промежуток времени вот он тут закончился в 2100 по моему времени и что мы видим что сначала этого таймфрейма у нас сначала больше продавали цена опускалась больше покупали в локальный максимум цена поднималась все окей ну и дальше задавили продажами цену опустили но дальнейшие продажи как мы видим не приводили к тому потому что здесь дельта уходит еще больше в отрицательную область но эти продажи не приводили к тому что цена снижалась она наоборот росла значит кто-то лимитно поднимал свою цену и принимал все продажи на себя таким образом накапливая себе лонговую позицию вот такая ситуация когда на продажах еще и растут на локальном минимуме это чаще всего свидетельствует о том что кто-то спешит кто-то уже более агрессивно хочет накопить себе позицию вот полностью выкупили все то что на продавали в минимум ближе к двум часам да то есть уже ближе к ну грубо говоря через полтора то таймфрейма а4 да но в целом если рассмотреть эту ситуацию на младшем таймфрейме то мы заметим что действительно контратака лимитного покупателя присутствует и то что мы видим свечу в виде пин бара с большим объемом нижней части это как раз и есть контратака это есть признаком контратаки мы рассмотрели на более младшем таймфрейме это подтверждает нашу теорию о том что там действительно включился лимитный покупатель и есть смысл рассмотреть лонговую ситуацию времени здесь было достаточно на то чтобы проанализировать эту точку входа так поэтому по каждую отработку дальше у нас австралийский доллар по австралийскому доллару также импульсное движение на фоне падения американского доллара здесь я рекомендую вам самостоятельно рассмотрите вот эту ситуацию которая произошла в то же самое время как раз после выхода данных после выхода новостей каждая из из ситуации евро вот эта ситуация до австралийский доллар новозеландский доллар швейцарский франк рассмотрите пожалуйста на младших таймфреймах эти ситуации и найдите то что ну почему почему они отличаются в чем отличие этих ситуаций по австралийскому доллару и если найдете что-то интересное пишите в комментариях можем обсудить эту ситуацию потому что каждая ситуация не повторяется если что по австралийскому доллару дивергенция на старшем таймфрейме у нас началась как раз вот в этот момент я обозначил его кружочком здесь здесь было начало ну и конец этой дивергенции дальше дейты уже начали двигаться синхронно когда у нас появляется дивергенция цена отклоняется в любую сторон есть смысл как раз заходить на возврат к этой области но в данном случае зазор был не очень большим здесь соотношение риск прибыль точно один двум не получалось как ни крути разве что заходить где-то вот здесь прям в минимум вот поэтому второй вариант отработки этой торговой идеи это закрепление выше уровня дивергенции на то есть после того как цена отклонилась мы вышли закрепились выше есть смысл работать на продолжение куда здесь стоп под локальный минимум под минимум этой дивергенции вот таким образом у нас получается огромный стоп и достаточно непонятные перспективы потому что даже при достижении верхней границы предыдущей лимитной активности области лимитной активности здесь как раз там один полтора получается вот соответственно есть смысл вести эту позицию таки ну как вариант таким образом взять небольшую часть позиции если цена до снижения то добрать при этом стоп у нас не меняется он под локальным минимумом даже можно не под локальный вот где-то сюда потому что если сюда уже дойдут дивергенцию пройдут то с большей вероятностью покатит еще ниже вот таким образом взять небольшую позицию взять позицию чуть побольше стоп при этом не меняется риск на каждую из позиции пускай будет одинаковым в долларах но суммарный риск не должен превышать ваш стандартный торговый риск вот таким образом получится в случае чего получить если снизится цена отличное соотношение риск-прибыль это первое если она просто пойдет вверх но окей тогда немного заработается но жаба уже душить не будет что пропустили эту ситуацию по новозеландскому доллару аналогичная ситуация но здесь дивергенция была значительно выше соответственно здесь еще сохраняется потенциал для движения первым сопротивлением будет сентябрь 22 уровень объема и вторым это как раз цель дивергенция достижения этой дивергенции на старшем таймфрейме если рассмотреть то вот как раз вот в этом месте она начиналась мы видим что по объему больше продавали по количеству больше покупали канадский доллар покажу приоритет в работе пока здесь без комментариев британский фунт напомню что по британцу это у нас австралиец это у нас новозеландец то что в пятницу в понедельник обсуждали в принципе пока все себя хорошо отрабатывает кроме канадца вот до канадец пошел чуть выше то есть идея была в том что после достижения уровня наименьших выплат по опционам цена остановится здесь как видите прошили этот уровень прошили и уровень объема за июнь девятнадцатого года и закрепились выше этого уровня выше этой отметки вот соответственно пока я присматриваюсь к тому чтобы добавить шортовую позицию так как ситуация не поменялось шот приоритет по суд индексу продолжает работать и основная цель остается значительно ниже соответственно есть смысл рассмотреть добавление шортовой позиции британский фунт по британцу идея в понедельник была такая что есть смысл для более консервативного входа дождаться подтверждение со стороны соотчетов что фонды не закрывают агрессивно позиции после обновления локальных минимум сегодня мы эти соотчеты получим вот и в целом на текущий момент у нас также была контратака у нас также была хорошая возможность для того чтобы зайти от уровня объема с достаточно коротким стопом от уровня наименьших выплат по опционам здесь сразу несколько факторов складывалась в пользу того что достигли поддержки но вот для того чтобы среднесрочно удерживать эту спекулятивную позицию нужно подтверждение со стороны соотчета и вот сегодня вечером будет приниматься на решение есть смысл закрывать эту позицию полностью либо все-таки держать среднесрочно так как фонды продолжают накапливать лонговую позицию по японской иене японская иена в пятницу говорили о том что высока вероятность достижения уровня где очень высокая активность опционных трейдеров да и после достижения этой отметки после реализации рыночного предложения в локальные минимумы есть смысл поработать в направлении уровня коммерческого уровня до места где сильно разошлись мнения у фондов и у хеджеров и вот на текущий момент цель уже выполнена то есть уже достигли этого уровня все круто ждем дальнейших сигналов дальнейший сигнал это как вариант пробития это уровня закрепление поторговаться внутри этого диапазона и тогда уже можно если не пробьют если у нас там есть продажи цена при этом не падает то тогда уже рассматривать long так как коммерческий уровень он по сути выступает таким уровнем что если цена торгуется ниже то с больше есть смысл более приоритетно работать в short если цена торгуется выше этого уровня более приоритетно работать в лонг так по поводу криптовалют по чуть-чуть снижаются здесь все окей но если все-таки ожидание рынка по поводу печатание денег усилится то и крипто в этом плане будет чувствовать себя чуть лучше но на неделе достигали отметки 25 с хвостиком на спот рынке то есть провал был ниже отметки 26 ну да да вот как раз 26 726 600 в этот в эту область проваливалась цена пока более глубокого падения пока что еще не было но основная цель это по падению 25 525 в этом диапазоне больше всего активности лимитных покупателей больше всего отложенного спроса находится золото пока без изменений среднесрочный лонг позиции только после тестирования уровня объема за апрель 22 года это отметка 1900 нефть без изменений торговлю паковике все что выше отметки 74 есть смысл сбрасывать ланге до региусе ланге все что ниже есть смысл плавно накапливать и в принципе эту сетку не меняю уже несколько месяцев поэтому надеюсь что еще несколько месяцев не буду менять по пшеничке да по пшенице тоже день закрылся отлично в виде пин-бара с большим объемом в нижней части свечи потому что тело очень маленькое если рассмотреть на более младшем таймфрейме то мы видим что с начала дня здесь продавали и цена снижалась все логично дальше продажи усилились цена снижается все логично дальше продажи стабильный здесь баланс между покупателями и продавцом и после этого у нас включается покупатель на локальном минимуме при этом выкупает все то что на торгово на продавали за целый день все вот это что на продавали он выкупает достаточно быстро закрепляет цену выше области где у нас усилились продажи удерживает ее некоторое время ну потому что там продажи в любом случае еще были кто-то работал по тенденции в направлении нисходящей тенденции таким образом формировалось предложение в рынке кто-то лимит на это все подкупал и не только лимит на еще и маркетами мы видим что дальше дельта снова начал расти то есть это место завершение контратаки вот в этом месте вот тут мы уже можем констатировать что окей контратака произошла и дальше уже присоединяться к потенциальному восходящему движению на тот момент еще непонятно это будет восходящее движение или нет потому что в таком месте она кажется все слишком пессимистично что дальше будет падение но контратака произошла посмотрим к чему она переведет на более старшем таймфрейме мы видим что основное сопротивление находится вблизи отметки 650 и там скорее всего у нас появится шорт приоритет по сот индексу поэтому посмотрим удастся ли словить этот нож так как пшеница падает последние несколько месяцев достаточно агрессивно и по сути это вход в минимум текущего движения фондовые рынки тоже пока без изменений я считаю что основные драйверы они уже в цене это что там договорятся не договорятся подпишут не подпишут поднимать ставку не понимать это все уже в цене участники рынка сделали свои предположения свои ставки грубо говоря вот и я считаю что текущий весь позитив который возможен он уже заложен в цену так как рынке чаще всего любят закладывать более позитивные сценарии на самом деле чем они будут на самом деле и поэтому шорт приоритет по соту по snp у меня сохраняется технологический сектор я пока не лезу там моментом достаточно сильный но как мы видим фонды по чуть-чуть сбрасывают свою лонговую позицию и все больше накатывают шортовую позицию давайте теперь спрэда по поводу спрэда фондовые индексы здесь пока без изменений все двигается максимально синхронно кроме nasdaq который немного выбился по облигациям тоже достигли достигли поддержки в виде уровня технического уровня на самом деле возможно здесь и уровень объема был так как у нас до этого несколько раз здесь неплохие объемы приторговывались в понедельник мы с вами отмечали высокую активность покупателей количеством до которые в конце прошлой недели залетели здесь и на текущий момент цена закрепилась выше этой области выше области всплеска интереса вот посмотрим чему это приведет но пока среднесрочные лунги по этому инструменту я продолжаю держать и в целом высокая вероятность того что в ближайшее время ставку будут понижать это будет основным драйвером который будет раз и поднимать цену на этот инструмент по поводу спредов валютных нефть новозеландец против швейцарского франка продолжаю удерживать канадец против японской иены я закрыл и фунт против японской иены я тоже закрыл по достижению предела риска так как британец в последнее время растет значительно быстрее чем японская иена но японская иена провалилась тоже неплохо соответственно спред все-таки разошелся до отметки уровня стоп ордера и пришлось закрывать эту позицию закрывал ее частями при достижении закрыл часть еще подождал посмотрел что все-таки фунт перформит значительно лучше и закрыл уже всю позицию последние два месяца японская иена немного испортила статистику как так когда этого она была просто 100 из 100 ну под конец года она как раз и выровняется к прежним там 75 78 процентам винрейта к среднестатистическим золото против серебра к сожалению точки спорта качественной не было и австралия с против новозеландца здесь скоро у нас появится хорошая возможность для того чтобы поработать на сближение так как средняя девиация между этими инструментами в рамках месяца 1 и 3 процента и на текущий момент как раз четко видим 1 и 3 процента и образование точки спреда между этими инструментами и даст хорошую возможность для того чтобы поработать short на кросс курсе по поводу корреляции между крипто активами bitcoin и эфириум в принципе вы можете видеть за последних полу чуть меньше года до загружены графики это момент где у нас как раз перед началом влияние новостей по поводу хардфорка по поводу окей первого перехода эфира на новый протокол и вот после того как эти новости уже были заложены сцену дальше я уже смотрел корреляцию между этими инструментами и как вы видите на долгосрочном отрезке они достаточно тесно коррелируют поэтому есть смысл рассматривать корреляцию и в рамках месяца и в рамках квартала и в рамках даже недели так как она действительно достаточно плотно и чаще всего достигает находится выше отметки 90 достигает она отметки 99 процентов конечно но это пока еще ничего не значит окей всем хорошего завершения этой торговой недели дождемся данных по рынку труда будет что-то интересное и также суд отчета в понедельник формируем новые торговые идеи анализируем суд отчет и всем хороших выходных до встречи в понедельник счастливо